Соединение натрия наиболее известны, конечно, соль и щелочь, да? Но еще нужно отметить бромид и цианид натрия. Вот, пожалуй, четыре таких соединения. Оно еще оксиды. Оксиды уже ранее излагал, да? Опять соединение оксиды, соль, каустическая сода и бромид и цианид, да? Не, даже шесть соединений, да? Значит, натрия, бромид. Бинарное соединение – это соль, натрия и бромистые водородные кислоты. И там содержится бром. То есть, натрия, бромид – один из важнейших препаратов брома. Бром в чистом виде-то не кладут же, не дает больным, а вот в виде бромидов. Значит, натрия, бромид, калия, бромид. Бром увеличивает торможение в коре большого полушария головного мозга, значит, снижает возбудимость центральной нервной системы. Но в то же время он не усыпляет. То есть, в принципе, он балансирует. То есть, человек достаточно спокойный становится, но не спит. Поэтому препараты брома, особенно в XIX веке, широко применялись как седативное средство, чтобы успокоить. И противосудорожное. То есть, раз он расслабляет центральную нервную систему, соответственно, расслабляет мышцы, которыми она управляет. Сейчас более сильные есть седативные средства, поэтому бром используется реже. Бром – это вот скорее в каких-нибудь фильмах про Первую мировую войну, там «Доктор Бром», там это было. Тем не менее, бром, в принципе, применяется в психиатрии. При неврозах, при истерии, при повышенной раздражительнице, при бессоннице. В принципе, успокаивая, он может несколько снижать давление, поэтому при гипертонии есть смысл. Уже он успокаивает человек, у него давление падает. При эпилепсии и так далее. Ну, и есть легенда, что бромиды сыплют в армии в еду против полового возбуждения. Ну, пром не вызывает импотенцию, он просто подавляет возбуждение. Поэтому не знаю, сыплют там в армии или нет бромиды. Ну, судя по нашей молодежи, там некоторым хорошо бы бромида засыпать от повышенной активности. Есть такое у нас у молодежи, что-то все слишком быстрое, надо затормозить. Ну, надо сказать, что если бромиды долго применяются, то, конечно, у них есть побочники. Они не вызывают зависимости, как некоторые психоактивные препараты теперешние, но они вызывают насморк, кашель, конъюнктивит, ослабление памяти, общую вялость. То есть, постоянное торможение нейросистемы, при этом, что человек все время вялый, такой сонный, сыпь могут вызывать. Если, очевидно, значит, бромизм пошел, то, кстати, соль помогает, вводит в организм прямо соль, натрий хлорид. Прямо вот пить соль, там будет реакция химическая. Значит, он вытеснит, хлорид вытеснит, короче, этот бром, да, и бром выделится. То есть, вот накопление в крови бромидов лечится просто раствором соли. Ну, или просто что-нибудь соленое поесть, вот лечится. Соль, короче, антагонист натрия бромида. Ну, с точки зрения физических свойств, это белый кристаллический порошок без запаха, он не имеет соленого вкуса, и вообще бесцветный, он растворимый в воде и спирте, выпускает в виде порошка или таблеток, это лекарство. В принципе, он не токсичен, то есть, невозможно, очень много надо его съесть, чтобы, так сказать, серьезно было. Вредно просто хроническое употребление, это не знаю, это месяц люди едят бром, у них бром накапливается, начинается вот этот бромизм, лечится солью поваренной. Вот это, значит, бромид натрия и цианид натрия, а вот цианид натрия ядовитый. Причем выглядит примерно так же, то есть, это белые кристаллы, которые хорошо растворимы в воде, и, соответственно, ужасный яд. В водных растворах, а мы, допустим, водный раствор, человек водный раствор, он гидролизуется и получается синильная кислота. Синильная кислота и щелочь получается. Гидроксид натрия, то есть, натрий, углерод, азот плюс вода, получается у нас синильная кислота плюс натрий OH. И гидроксид натрия яд, и тем более синильная кислота яд. На воздухе, в воздухе присутствуют пары воды и углекислый газ. На воздухе тоже, значит, он выделяет синильную кислоту. Происходит реакция с углекислотой и с водой, выделяется в воздух синильная кислота, и тот, кто рядом стоит, дышит синильной кислотой. Ну и карбонат там образуется. При больших температурах раствора, при кипении гидролизуется до формиата натрия аммиака. Аммиак тоже ничего хорошего. Во всех отношениях он опасен. Цианид натрия, его надо в закрытой посуде хранить исключительно. Комплексное соединение легко образует с золотом, с железом и так далее. Получение нейтрализации синильной кислоты гидроксидом натрия. Вот я только что про гидроксид натрия рассказывал. Говорю, что применяется в химической промышленности о всяких синтезах. Вот пример синтеза. Значит, синильная кислота плюс гидроксид натрия, вот получаем цианид натрия, например. Применяется он на самом деле широко, хоть и ядовит. Допустим, он применяется для извлечения драгоценных металлов из руд. Вот золото, серебро из руд, один из способов получения из руды, это вот этот вот очень ядовитый цианид натрия. Потом золото получают. Дальше в органическом синтезе применяется, то есть в синтезе органических вещей с нейтрилой, изонитрилой, красителей всякие. Вот там применяется цианид натрия. Для повышения твердости износа стойкости стальных изделий. Называется цианирование стали. Пайка, жидкая цементация металлов. Производство фармацевтических препаратов, но это в принципе тот же оргсинтез, только еще усложненный, да? Ну и как яд против родителей сельского хозяйства. Цианид натрия очень ядовит. Цианид натрия проникает сквозь кожные покровы. То есть он ядовитый, если им дышать, и если он просто попал на кожу. Я сомневаюсь, что кому-то придет в голову пить цианид натрия. Но даже если он просто на кожу попал, это очень опасно. Значит, он ингибирует ферменты тканевого дыхания. То есть ткани не могут усваивать кислород. Он системно действует на весь организм. Весь наш организм не может дышать. Вот за счет цианида. Проявление, легкое отравление, головная боль, слабость в руках и ногах. Это все проявление низкого кислорода, да? Сердцебиение. Сердце пытается решить вопрос и загнать в мозг побольше кислорода, пока он там хоть сколько усваивается. Удушение, головокружение, тошнота. Кончается, значит, что падает человек без сознания, конвульсии, судороги. Слюна течет и все, и умирает потом. Вот такая картина масла. Противоядие, между прочим, сахар. Вот сахар, реагируя вместе с цианидом натрия, образует нерастворимые соединения, которые для человека безопасны. У человека в крови глюкоза всегда есть. Вот сахар-то в крови все время мерят, да? Поэтому в какой-то степени человек защищен от цианида натрия, то есть небольшие дозы этого цианида натрия, если в человека попадут, то их нейтрализует просто глюкоза, которая все время в крови имеется. Вот. У диабетиков, как известно, больше глюкозы в крови, да? У них кровь сладкая. Значит, они устойчивы к цианиду. Вот не было бы счастья, несчастье помогло бы. У диабетики, оказывается, имеют определенное противоядие против некоторых ядов, хотя ужасно страдают, естественно, от того, что у них сахар в крови. Но лучше, чем сахар. Сахар – это простое противодействие. Ну, то есть, вообще, короче, самое простое, да, если попал цианид натрия, это надо съесть сахар. Ну, лучше, короче, амил, нитрит, тилосульфат, натрия – это лучшее, это противоядие. Нитрит, натрия. Вот они все образуют различные соединения, которые уже для человека безопасны. Ну, а так, в целом, цианид, конечно, яд. Продолжение следует...